Специально ко дню России старейший парк Сочи-Ривьера подготовил немало сюрпризов. К примеру, цветочный. На центральной аллее парка появилось 8 необычных клумб. Юные посетители парка с интересом рассматривали динозавриков на клумбе парк юрского периода. Молодежь фотографировалась на клумбе влюбленных, люди постарше, любовались белой рекой, символизирующей жизнь. Особенность в дизайне. Я не знаю фамилии людей, которые делают эти клумбы, но они очень красиво оформляют. День России – праздник особый, потому и песни центрального фонтана парка звучат особенные русские народные и отечественных композиторов. Юные артисты из творческих коллективов города выступали с зажигательными танцами, водили хороводы, без которых не обходился ни один праздник на Руси. Куда уехал цирк? Он был еще вчера. И ветер не успел со стен сорвать, а пишет. Мне нравится все. И то, как все организовано, как поют детки. Детки талантливые, замечательные. В этот праздничный день мы гуляем и получаем наслаждение от погоды, от организации самого праздника и в целом от всего. Специально ко Дню России в парке Ривьера открылась выставка «Дом-перевертыш», в котором каждый может испытать на себе, каково это, когда все вверх тормашками. Делает парк таким многопрофильным, многоплановым, и людям здесь приятно находиться. То есть они могут как покататься на аттракционах, так и посетить выставки. Праздник во всех районах Большого Сочи продолжался целый день. Вечером на площади у Южного Мола начался концерт «Виват Россия». И вновь звучали популярные песни России в исполнении вокальных коллективов и солистов города. Он странен, а с тобой я не отправил. Любимые песни объединяли и детей, и взрослых. Люди не скрывали эмоций. Кто-то подпевал, кто-то танцевал под музыку. Судя по улыбкам, праздник удался. Елена Авсецовна, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова